Одна из проблем, которая в буквальном смысле слова нависла над Красноярском и, конечно, обнаружилась при инспекции главой города, это сосульки. Например, по адресу Кутузова, 45, их не убирали довольно давно. И это далеко не единственный адрес в Красноярске, где здоровью прохожих угрожают сосульки и снежные шапки на крышах домов. Только за новогодние праздники от жителей поступило 209 жалоб в службу 005 и управляющие компании по неубранным сосулькам. Сегодня уборку города от снега и льда на правом берегу инспектирует глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Как выяснилось, некоторые жалобы работники управляющих компаний так и не услышали. Была по этому поводу жалоба от жителей несколько дней назад. По поводу сосульки, что сделали? Берем завтра, сегодня завтра. Мы за пункты праздников 98 домов почистили, но сегодня запланировано еще 14 домов. Сейчас промышленные альпинифики работают здесь, как раз в этом районе, и в том числе здесь, и в домах сегодня почистили. Не лучше обстоят дела и во дворах. Например, вот эта куча строительного мусора на Красноярском рабочем 127, по словам местных жителей, здесь уже не один месяц и даже покрылась приличным сугробом. Зато после замечания мэра она растаяла, как на глазах. Не устраивает жильцов и скользкие внутридворовые дороги. Конечно, убирают. Плохо только. Вот, видите, как убирают, пока нас натоптали. Что натоптали? Плохо вот что машины вот ставить, ставить. Вот детская площадка. И стали машины ставить сюда. Больше некуда. Глава Красноярска потребовал разработать и приставить в городской совет четкие нормативы, когда и чем нужно посыпать пешеходные дорожки. Сейчас это делают лишь по усмотрению управляющей компании. А также нужно ужесточить наказание за парковку на детских площадках. Кстати, именно автомобили, по словам руководителя жилфонда, мешают качественно убирать дворы. А для этого даже предусмотрена специальная техника. На сегодняшний день я же говорил с трибуны о том, что сегодня в каждом районе 2-3 вопкета работают. Но убирать массовую дворовую территорию не позволяет транспорт, который находится на дворовых территориях, и не убирается круглые сутки. Брошенные, действующие, всякие разные. Еще одна не менее важная проблема – уборка от снега и наледи тротуаров, лестниц и второстепенных проездов. Больше всего нареканий у главы вызвал проспект Красноярский рабочий. Тротуары не подсыпаны, проезды для машин завалены снегом, а лестницы и вовсе опасны для здоровья. Дорожники уверяют, убрать не успели из-за регламента, а также сильных снегопадов, которые, к слову, последний раз были 4 января. Первоначальная задача, которая ставится сегодня по уборке города, по тех технологий, мы должны подготовить уличную дорожную сеть. В первую очередь. Это мы готовим магистральные линии. Только линии магистрально подготовленные, переходим в основочный комплекс. Готовим основочный комплекс, подсыпаем, пешеходные зоны готовим. После этого мы приступаем уже более к тщательной уборке пешеходных частей нашего города. Однако признать, что жилищники и дорожники бездельничали нельзя. За первые 10 дней нового года на снегоотвалы они вывезли около 100 кубометров снега, очистили больше 18 километров дорог. Для этого работало более 1200 единиц техники. На совещании, которое Дхам Акбулатов провел после инспекции, постановили, оставшиеся проблемы решить до 17.00 этой пятницы. Это состояние тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта. На это будет обращено сейчас в первую очередь внимание. До конца недели, я думаю, что основная масса работы будет выполнена. Также глава отметил, власти намерены внедрять новые технологии уборки снега и расширять парк снегоуборочной техники. Кстати, свои жалобы жители города могут оставлять на сайте нашкрасноярск.рф. Их выполнение будут жестко контролировать. А уже завтра аналогичная инспекция ждет левый берег Красноярска. Александр Ловицкий, Денис Тимошенко. Новости.